Здесь у меня была ванная. Здесь вход был. Кухня немного дальше была. Как на раскопках археологических. Полез, порылся. О, футболку нашёл. Немного начала подпревать. Постирал и всё. Шорты достал. И есть в чём ходить. Виталий показывает, что осталось от его дома. Современный ремонт, новую технику, вещи, фотографии. Всё, уничтожил российский снаряд. Выжить удалось лишь благодаря тому, что в момент удара вся семья укрылась в подвале. Если бы сюда прилетело, никто не выжил бы. Очень страшно было. Может бы и оставались ещё, но понимали, что ничего хорошего не будет. Нужно было вывозить ребёнка, жену, сестру, маму. Все плакали. Очень страшно было. Каким бы мужественным ты ни был, бегаешь и не знаешь, откуда может прилететь. Никому такого экстрима не пожелаешь. В родное село мужчина вернулся несколько месяцев назад. Во дворе насчитал более 10 воронок. Ничего уцелевшего здесь не осталось. Родной дом, где вырос и сам создал свою семью, Виталий планирует восстановить с нуля. Сюда дед с отцом вложили очень много труда. А сейчас видите, что от него осталось. Даже если бы здесь ни одного дома не осталось, я бы себе палатку поставил и в ней жил. И потихоньку, потихоньку. Здесь всё родное, всё своё. Как не любить свой родной край, своё родное село? В мирное время в Новогригорьевке насчитывалось более полутысячи человек. Большая часть жителей выехала в марте, в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Уже тогда покидать село приходилось под обстрелами. Очень страшно было, когда выезжали. Здесь уже клуб загорелся, дома начали гореть. Тогда нас военные вывезли. Едьте и всё, говорят. А то будет мясорубка. Крыша побита, окна, двери. Летняя кухня вся разбита. Сарай и всё уничтожено. Дом, слава богу, выстоял. Ни окон, ни дверей нет. Потолок упал. Но хоть стены есть. Хорошо в Новогригорьевке мы свои жили. Пришли россияне и разбомбили нас. Все дома, которые строили всю жизнь. Стоит на мосту и бьёт по нам. Коров выпускали, всё выпускали. И сидим теперь без ничего. Российская армия превратила в руины практически всё село. Снарядов не жалели. Новогригорьевку поливали огнём долгих девять месяцев. По нашему селу били из всего, что только было. И танки работали, и грады. Всё, что хотите, они бросали. Видите, коридор разбит. Представьте, падает стена, а там вход в подвал. И заблокирован полностью вход. Если бы мы там прятались. Хорошо, нас там не было. Мы бы там и остались. Дому Ирины было больше ста лет. Он пережил бои Второй мировой войны, но не выдержал обстрелов российскими войсками. Всё, что было нажито несколькими поколениями, уничтожено. Как нормальные люди, хотелось, чтобы было немного лучше, немного красивее. Получается то, что мы достраивали, стены остались. А то, к чему мы достраивали, вот смотрите. Сейчас в селе уже восстановлены все коммуникации и стройматериалами. Всем необходимым помогают волонтёры и местные власти. Возобновил работу единственный магазин. Половины крыши не было и стены полностью не было. Всё своими силами сделали. Все холодильники, всё оборудование, витрины под колбасу, холодильники для пива, айбокс. Всё разбили. И кассовый аппарат был, и терминал. Всё-всё. Были полностью современные люди. Но они нас немного уничтожили. Ничего. Мы их тоже. Как и они нас. Мы не сдадимся. Всё у нас будет. Любовь вспоминает. Несколько месяцев ушло только на то, чтобы разобрать завалы во дворе и пробраться к дому. Магазин женщина открыла почти 20 лет назад. Его решила восстановить в первую очередь. Говорит, людей в селе становится всё больше. Уже вернулось около сотни жителей. Каждую неделю люди возвращаются и возвращаются. Каждый, кто встретится, первый день плачет. А потом уже человек оживает, расцветает. Как природа, так и мы. Но мы всё восстановим. И жизнь будет продолжаться. Мы очень рады, что мы дома. Дома и стены лечат. Жители Новогригорьевки не опускают руки. Объединяются и вместе помогают друг другу восстановить родное жильё. Учатся жить заново и верят, что их село удастся отстроить. И оно станет ещё лучше, чем было. Дарья Литовченко из Николаевской области. Для телеканала Freedom.